Сегодня я расскажу про общественный транспорт. Как много из вас сегодня пользовались автобусом, троллейбусом или трамваем? Это очень немного. Вообще с общественным транспортом есть небольшая проблема. Если вы куда-то едете пешком, то в принципе достаточно знать направление, куда идти. Или по Азимуту идти, и рано или поздно дойдете. Если вы едете куда-то на машине, то большей частью достаточно следовать направлению и пользоваться знаками дорожными. А с общественным транспортом такое не проходит. Даже если вы знаете, в каком направлении нам нужно, в общем-то непонятно, что с этим делать. То есть вы можете дойти до автобусной остановки и найти там какую-то мини-карту или расписание. Так вы узнаете, куда можно уехать с остановки. Но это не решает проблему того, что вам нужно куда-то добраться. Если в вашем потенциальном маршруте есть пересадка, то все, как бы вы в тупике. Если вы не знаете, какой это автобус, если не местный, то вам проще идти пешком. Лет 10 назад, чтобы пользоваться общественным транспортом, вы бы купили бумажную карту со всеми маршрутами. Вечер бы на небо сидели и примерно представляли, куда ехать. Сейчас все проще. Сейчас вы поставите приложение «Андекс.Транспорт» или «Гугл-карты» или «Сетимейтер» и проложите маршрут там. Как же МОЗ был пас. Я не знаю. Ой, у меня же слайд есть, я всем забыл. Это общественный транспорт, если кто не видел, они выглядят примерно так. Давно уже не так. Ну, какой есть. Затем тебе серию скажет, что 8К. Отлично, он ждет 6К. Ну, вы знаете больше меня, так нечестно. Обман. Ну, значит, вот, пример приложения, которые строят маршруты общественным транспортом. Чтобы построить такое приложение, нужны данные. То есть, понятно, что авторы этих приложений, они не собирают сами данные, они не ходят по автобусным установкам, там, не списывают расписание. Они идут к перевозчикам и говорят, дайте нам, пожалуйста, расписание маршрута. Данные – это непросто. У многих перевозчиков очень долгое время данные были в разрозненных формах. Иногда, если очень повезет, был сайт, на котором можно было посмотреть расписание. Вот, но чаще это дикие таблицы где-то. Вот. И одна из первых компаний, которая захотела сделать такую навигацию, они поняли, что без антенцизации далеко не уедешь. Вот этой компанией был Google, и они придумали формат GTFS. GTFS – очень простой формат, по сути, это набор ЦСВ-шек, в которых занесены все свойства маршрута. То есть все направления, все остановки, все время прибытия на остановку и так далее, и так далее. Вот. Из-за простоты этот формат было не очень сложно внедрять. Вот. И что сделал Google дальше? Он этим не ограничился, он пошел ко всем знакомым перевозчикам. Это Google, у них много знакомых. Вот. И долго или коротко ли, у большинства перевозчиков в Америке приняли этот формат, и он на самом деле стал стандартом. Его понимает Google, и со временем его начали понимать примерно все. Вот он стал стандартом, де-факто. Теперь, если вы хотите сделать приложение, которое будет каким-то образом использовать данное в общественном транспорте, вы ищете файлы GTFS. Где их ищут? Их ищут в порталах, где их ищут. Вот. Есть четыре более неизвестных и насыщенных портала. Каждому из них примерно по 500-700 фидов. Порталы немного различаются. Например, у них есть не только архив фидов, но есть условия использования. Дело в том, что данные в общественном транспорте, они, как и другие наборы данных, защищены авторским правом, и чтобы их использовать, нужно отвечать там каким-то условиям. Вот, то есть упоминать автора, например, или не использовать в коммерческих целях, и так далее, и так далее. Поэтому очень важно соблюдать условия использования и искать данные по открытым рецензиям. На самом деле фиды с маршрутом общественного транспорта бывают трех типов. Первый тип – это открытые, доступные фиды. Вот. Это те, которые можно найти на этих сайтах. Те, которые можно скачать, можно в саналитическую систему или в свое приложение добавить. Есть второй тип фидов. Это недоступные фиды. Те, которые вы ненавидите на данном портале и не найдете ссылки на их скачивание. Но они примерно существуют. Один из явных примеров – это Москва. Московский транспорт. Для него явно есть фид, но вы нигде его не скачаете. Почему? Потому что, чтобы его воспользоваться, нужно прийти в Московский транспорт, заплатить 10 миллионов рублей и фид ваш. И это довольно обычное дело. И, конечно же, это не нормально. Потому что, если перевозчик пытается заработать на фидах, значит, у него явно какие-то проблемы с бюджетированием. Значит, проблема здесь гораздо шире. Значит, там, скорее всего, будет необоснованное повышение тарифов, закрытие молодейственных маршрутов и так далее, и так далее. И если вы хотите сделать популярное приложение для маршрутов, нужно учиться с такими людьми договариваться. Вот это сделает Яндекс, это сможет сделать с этим метром. Возможно, выгодит, но это доступно для выгодчика. И третий вид фидов – это фиды, которых нет. В абсолютно большинстве городов нет не то, что фидов для общественных транспорт, там нет даже сайтов. Перевозчики в этих городах ведут учет, не знаю, в табличках Excel, в блокнотах, в каких-то разрозненных бумажках. Иногда вообще не ведут учет, а просто раздают лицензии. И что делать в этих случаях? В этих случаях на помощь может прийти сообщество. То есть идти и самим собирать информацию о маршрутов. По газетным вырезкам, идти на остановке, смотреть о шлаге, если там не есть, ну, знаете, таблички, на которых написано расписание. Ездить на автобусах и собирать треки их, и так далее, и так далее. Собственно, из этих всех собранных данных можем составить свои фиды, которые можно будет использовать в своих проектах. И через это, через тему сбора данных сообществом, я подхожу к довольно очевидному продолжению. Это приложение будет. Это одно из немногих приложений, наверное, единственное, которое использует для построения маршрута по общественному транспорту, для предсказания времени, использует не только данные фидов GTFS, не только какие-то свои замеры, но и помощь сообщества. У них есть, не знаю, десятки, сотни тысяч людей, которые заходят на их сайт, там относительно сложно зарегистрироваться, и, собственно, приступить к реакцированию маршрутов. Нет никаких препонов, кажется, даже нет, лабораторам. Там очень похоже. А пользователи есть? Нет, не стоит. Ну, короче, я вчера наконец-то решил там зарегистрироваться и посмотреть, как это вообще ощущается. На вопрос про пользователей там очень малых. Я здесь, скорее всего, забыл вставить, но единственный пользователь, который не сотрудник компании, который в городе Пскове что-то правил, он сделал остановку с нецензурным названием. Ну, вообще, сайт очень классный. То есть, он не заставляет ничего, не ставит палец. Он, если нужно добавить остановку, просто вот карта, кликните в карту, добавили остановку. Кликните в остановку, можно поправить ее название или что-то. Вот. С маршрутами аналогично просто. То есть, просто можно создать маршрут и написать ее имя, перейти на карту, накликать в него остановок, нажать кнопку и добавиться с помощью ротика, который, маршрут, который будет проложен по дороге мимо этих остановок. Вот. И все просто супер. И эти данные потом приложение Movit может использовать. Соответственно, есть нюанс, который некоторые из вас, наверное, поняли. Эти данные можно использовать только в приложении Movit. Это явление, которое в нашей сообществе закричили краудсерфинг от общественных рабочих труб, когда создается сообщество, которое бесплатно работает на то, чтобы наполнить вашу закрытую базу данных, которую кроме вас вы не можете использовать. Это довольно обычное явление. По-моему, это в России есть аналог Вики Роудс. Возможно, вы слышали. Тоже проект, где сообщество может собрать базу маршрутов общественного транспорта. И помогают, конечно. Потому что люди не думают о том, что «О, я выполняю закрытую базу данных». Это как заморачиваться о праве, если не то, что они делают. Все думают, что я помогаю очень популярным пользователям очень популярного приложения ориентируясь в своем городе. И в этом они правы. Поэтому люди редактируют Яндекс.Карты. Потому что у всех есть Яндекс.Карты на телефон, даже у меня. Поэтому когда-то люди редактировали Вики Маппи. Потому что перед тем, как отправиться куда-то в поход, очень многие люди, включая меня, открывают Вики Маппи и спорят, что там интересный купаться. Но все это закрытая база. А что с открытыми альтернативами? Ну, конечно же, это Опас Трекланд. В Опас Трекланд можно делать примерно то же самое, что в Мувице. Можно открыть Джоссом в Муссель вкользить и смеяться. Закрыли и смеяться. Можно открыть Джоссом, скачать туда дороги остановки условно, двойной клик добавить остановку, можно кликать любую существующую, интерьерировать все атрибуты. Маршруты примерно то же самое. Двойной клик можно интерьерировать, будет выглядеть примерно вот так, либо добавить новый. Точно так же, накликать у него остановку и так далее. Но это для относительно простых автобусных планшрутов, а дальше начинаются сложности, потому что в железнодорожных остановках, например, очень много разных компонентов. Места остановок, платформы, объект соответствующей станции, входы в них, особенно если это метро, то нужно отдельно налить входы. И очень много всего. То есть это нужно уже брать отношения и объединять это все в единую существо. это все выглядит примерно вот так вот. Это одна пересадочная станция метро и все объекты OpenStreetMap, которые соответствуют. И все это довольно сложно. Но, тем не менее, пользуются OpenStreetMap, редактируют карту и сейчас в Осми есть примерно полторы сотни систем метро, полностью хорошо нарисованных, полторы сотни систем метров, примерно со 40 городов, и многие тысячи систем наземного общественного транспорта. Качество, с которым они нарисованы, это другой вопрос. К сожалению, OpenStreetMap не позволяет даже легко вытащить данные, вы не получите измельчить Техос, без каких-то усилий. В нем нельзя посчитать количество городов, в которых обозначен общественный транспорт. Можно посчитать количество маршрутов. Это данные, которые я выключил по всему миру. Вот видно, что здесь 30 тысяч маршрутов автобуса и чуть меньше маршрутов троллейбуса, трамвая, автобус, поезд левитого. Можно скачать Planet и немножко поиграться в Андресе. Да, это не для обычных денег. Вот, а на самом деле маршруты это общее название маршрутов типа автобус номер 100 или линия метро номер 2. Маршруты стоят в направлении, скажем, туда и обратно. Направление в области трейд-мэйв значительно больше. Так получилось, что в среднем для каждого маршрута автобуса указано 5 направлений. Разумеется, это не совсем правда. Почему я еще позже. То есть нормальное количество примерно на сборе. Метро почти по всему миру нарисовано идеально. Так что это не может ловиться. Несмотря на сложности с вводом и сложности с использованием, есть случаи, когда люди вводили полностью транспортную систему для какого-то города целиком пострадания. Например, в столице Никарагаза, другое в Монагу, в 2013 году несколько энтузиастов собрались и там была проблема. У них не то, что не было каких-то фидов или сайтов перевозчика, у них не было печатных карт, там нет единого перевозчика и все довольно хаотично. То есть вы можете поездить с автобусом только если вы там живете. И все ваши 30 лет пока вы там живете, вы на нем ездили. И пришли белые люди и навели там порядок. То есть проехали по всем маршрутам, нашли все остановки и вели это все в Мастер-клепе. Теперь в Мастер-клепе это замечательная карта. А эти люди взяли принтер и напечатали карты общественного транспорта, которые там без макроспетов распространялись. Но в целом если пользоваться данными, напечатать карту еще более-менее, но у вас будет миллион проблем. Проблема номер один. Модель данных общественного транспорта в Мастер-клепе заточена только на отображении данных. И никакой другой использования. То есть вплоть того, что в модели линии дорог, по которым едет общественный транспорт, являются обязательными маршрутах. А остановки не являются обязательными. То есть самое главное, что можно было нарисовать. Это касательно второй текст. За последние 10 лет сменилось две схемы общества транспорта и первая модель общества транспорта была еще хуже. Там не то, что не было направления, там маршрут представляет собой просто кучу дорог, остановок, платформ, там всего подряд сложенную в одно отношение. Без код видео порядка, все направления в одно. То есть все, что можно было сделать, только нарисовать. Соответственно, этими данными никто не пользуется, потому что банально нет библиотек, нет приложений, нет сайтов, которые позволяют что-то делать с маршрутами, кроме как их отображать. нет навигации, скажем. То есть поэтому маршруты просто никто не проверяет. Потому что если им нельзя воспользоваться, то значит все понятно. Есть одно исключение Map.SMI, которое с недавних пор прокладывает маршруты по метро из OpenTreatMap. Но это только метро, и это очень небольшая часть общества для вас. Возможно, вы слышали про программу OpenTreatMap, которую когда-то продвигал Дмитрий Лебедев на случай, если вам нужна аналитика по общественному транспорту или банальный класс маршрута. Конечно, она использует OpenTreatMap, но она использует только для перешеводных маршрутов, для пересадок, для как добраться до ближайшей остановки. А все остальное она делает из получает FIT.GTFS. В FIT.GTFS на удивление можно получить из OpenTreatMap. Если вы введете в Google OSM Tool.GTFS, вы получите пару ссылок на GitHub. Но с ними есть, конечно же, пара проблем. Если не читать эту проблему, что все данные вообще с отранспорта и отpo-стрифмак это мусор. Например, что эти скрипты они заточены под пару каких-то специфичных городов в Крыме, Бразилии. И чтобы натравить на свой город, вам придется немало попотеть. Или то, что в OpenTreatMap OpenTreatMap это дел пространства на базе данных. И туда нельзя ввести ничего связанного с расписаниями со временем. Поэтому в OpenTreatMap нет расписания. Максимум, что вы можете ввести для какого-то маршрута это когда начинает работать, когда заканчивают и примерный интервал. Причем один на всю неделю. На все дни недели. И это, конечно, большая проблема для навигации. Потому что скажем, для навигации по метро можно обойтись без расписания в то, что опоздали на поезд через пару минут приедет следующий. В пригородных маршрутах или во всей России это будет уже не так просто. Стив Кост, создатель UpostreatMap в 1010 году понял эту проблему и решил сделать свой проект, который ее адресует. Это транзики, слово, которое собрано из транзит-вики. Принцип должен быть тот же самый, что в OpenStreatMap. Свободная модель данных, каждый может реактировать, данные стоят на максимально открытых условиях. этот проект прожил 4 месяца и был убит за отсутствие пользователей или применений или сайта. В общем, было очень много причин, почему он был. я в это время был на работе, поэтому я его не застал. Но я даже сейчас могу назвать десяток причин, почему этот проект провалился, даже не видео. Потому что открытая модель данных это отлично для OpenStreatMap, потому что атрибутика, на все дела. но вообще транспорт он чуть сложнее, поэтому открытая модель данных там просто люди ошарашают и они уходят так, что они добавят. Или интерфейс ввода данных я абсолютно уверен, что там был ужасен. Потому что одно дело вести время отправления поезда, который 2-3 рейса в день, а всем другое прийти на остановку, увидеть 50 часов в минуте и понять, что все это водитель интерфейс сложновато. там в НК не было никакой связи с OpenStreetMap, наверняка не было ничего связанного с GTFS, в общем, они поняли зачем. И наконец OpenStreetMap создавал не только Steve Cost, он создавал вместе с группой своих знакомых в университете, которые начали сообщать вбивать данные. А Antrazic он создавал один ну и делал дружеск. Так что это такой пример, как нельзя делать новый открытый проект. А как можно делать открытый проект? Собственно, одна из причин, почему я начал вообще про все это говорить, это немного пофантазировать, наверное, про то, чего не хватает для открытой базы расписания. И в большинстве это идет от недостатка OpenStreetMap. В нынете я увидел отличную вещь черновики маршрутов. Потому что пока вы рисуете маршрут, он явно не закончен. В OpenStreetMap все маршруты одинаковы. Если видите маршрут в OpenStreetMap, то, наверное, он работает, по нему можно как-то ездить. Что, конечно же, не так. Вы не узнаете, что маршрут устарел. Вы не узнаете, что маршрут кто-то начал собирать и потом отфлекся и забыл. Там все маршруты одинаковы. Сделать флаг состояние для маршрута активен, неактивен, устарел и так далее уже помогло бы чем-то савигация в OpenStreetMap. Ну и, конечно, время. Это, должно быть, какая-то сторонняя база, которая хранит банально время отправления автобусов, Толегусов и так далее с каждой остановки. Вся геометрия уже есть в OpenStreetMap. Там есть все остановки, там есть большинство маршрутов, и почти все объекты соответствующие модели GTFS уже есть в OpenStreetMap, кроме времени. Поэтому это будет чисто база часов, минут отправления остановок. геометрия Конечно же, все это вместе позволит создавать GTFS для использования в OpenStreetMap и других приложениях, и импортировать GTFS обратно, чтобы база не была изначально пустой. Вот. И самое интересное, это, поскольку это открытый проект, наполняемый сообществом, пожалуй, самое важное сделать так, чтобы его мог наполнять каждый. Вот. То есть, когда вы видите вот такое расписание, вы не почешите голову, вы уйдете, как говорится, проекта навсегда. А у вас будет хороший, простой способ все это расписание быстренько вбить в базу. Вот. И тут я уже как бы, значит, фантазирую, что все это можно сфотографировать, и сервер может распознать часы-минуты. Там, это всего там 11 знаков не так сложно. Вот. И дальше просто пальцем написаешь, выделишь вот это в субботу. И так далее. Вот. И отправить на сервер. И все классно. То есть, не нужно ничего водить, можно просто немножко помочь системе. Вот. Конечно, в некоторых случаях это не сработает. Например, в этих адронных расписаниях европейских поездов, где каждая строчка — это история. Где-то пропускаются станции, где-то отметы, где-то расцепляются по пути. Но этим придется пожертвоваться. Таким образом, простая схема, когда в компасе рейтмэпорта, в конечном же 7 седан, обладает какая-то открытая база расписаний, она может взлететь, потому что... Салфетки надо было отставать. Что она будет салфеткой? Как авазон на салфетке. Но это все, что не было по рукой. Она может взлететь, потому что на ней есть запрос. Потому что авторам приложений, к тому же Яндексу, к тому же Гуглю, они, конечно, не будут использовать другим ситимэперу, веб-сми. Им нужно общиться с транспортом. Они просто не знают, где его брать. Они не умеют договариваться с московским транспортом. У них нет десяти миллионов рублей. Но при этом люди, которые пользуются этим приложением, они ходят по улицам. Они заходят на остановки, они видят эти расписания, они бы рады помочь с приложением, которое они пользуются. Они пока не могут это помочь. Наконец, перевозчики, у которых еще нет фидов, но которые хотят эти фиды. Взяли ту же столицу Никарагуа. Наверняка там какой-нибудь из перевозчиков порадоваться, что теперь количество пользователей их автобусов, количество пассажиров выросло, потому что люди, конечно, не поняли, на какие автобусы нужно садиться. А у них есть интересный дефицит. А у них есть интересный дефицит. А у них есть интересный дефицит, который они даже нечаянно увидят. И вот если все это объединить, то получится, мне кажется, система, которая может зависеть. И, конечно, поскольку один из автобусов, то все это будет по открытой вирусной лицензии, которая, разумеется, отсечет Google Яндекса. Что может быть хорошо, будет по открытой вирусной лицензии. Так что вполне можно здесь. Спасибо. Илья, привет. А ты приблизительно считал, сколько тебе нужно контрибьюторов, например, в Москве, чтобы все расписания вот эти собрать? Сколько человек должен ходить и сколько его? Ну так между делом, когда на работу и... Макс, а сколько станций в Москве? Автобусных остановок. Сколько? Больше десяти тысяч, да? Ну, тысяч двадцать. Соответственно, 15 тысяч. 15 тысяч. Ну вот, сто пятьдесят человек смогут обойти все остановки. Но в Москве... Москва, конечно, не адресат вот этого. В Москве есть фид. В Москве нужно работать другим способом. Нужно прийти в московский транспорт и стучать там людям по шапке. А, ты про расписание. А, кстати, ситимаппер же как-то выводился с ним. У них есть деньги. У них там меньше, но на капиталов связала. Думаешь, именно так вы говорите. Ситимаппер сделал маршрутку в Лондоне, у него есть деньги. Ну ладно. Маршрутку зарабатывает. Где надо сначала запустить маршрутку, добавь в план... Подожди, подожди. Ну, мне кажется, тут есть ещё две мысли, которые стоило бы учить. Во-первых, что люди, которые фотографируют и которые забысят, могут быть разные люди. Например, человек сфотографировал, кто другой мёс. Это раз, а два, кажется, что если бы было предложение, которое просто отслеживало бы шпест-трек, то просто в каких-то точках человек задерживается, мы бы сразу же узнали остановки, узнали бы расписание, и не было бы необходимости это вносить руками. Это было бы гораздо удобнее. Другое дело, что там точно, скорее всего, не очень хорошее, но если вид, которые просто установили приложение будет много, то они могли бы собрать статистики. Ну, людей таких должно быть очень много, потому что все маршруты автобуса в течение дня едва ли кто-нибудь проедет. То есть здесь всё равно нужно использовать данные с остановок. Да так же, чтобы человек, когда один человек садится в автобус и отмечает какой-то свой сел, проезжает по маршруту и, в общем, маршрут уже есть. Всё, никто так делать не будет. На самом деле, это вот часть того, про что я забыл сказать, что ещё и способ ввода, это не прийти на остановки и собирать революционный шлаг, а банально посмотреть, что пришёл автобус вовремя или не пришёл, или проехать по маршруту и засечь время, действительно. Вот. И таким образом можно валидировать существующие фиды от перевозчиков. Вот. И непонятно, что будет, что делать, если появится расхождение, если окажется, что по расписанию ни один автобус не ездит. Там, где пробки, это реально проблемы. Как будто слеживающий трафик, да, там, зелёного дня и дебиль. Ну, это нормально. Плюс ещё такой вопрос обновления. Этузиасты могут забрать, а обновление тоже энтузиасты. Потому что, скажем, ну, грубо говоря, электрички, у них есть два сезона. Лето, зима, уменяют. Ремонт они закрывают. Ну, то есть вот это постоянно отслеживание, да, потому что данные актуальные должны быть пользователи. У вас тут вообще всё плохо, ваши карты – ужас. Стандартная практика. Вот этот момент, как с обновлением, с актуализацией. Только на базе пользователей, потому что полевые работают либо энтузиасты, либо дорогие. Да, согласен. Здесь есть примерно те же проблемы, что и в OpenStreetMap. И обновление данных – это самая важная проблема общественного картирования вообще. Точно так же, как людям лениво обновлять там магазины рядом со своим домом, в которых они проходят там два раза в день. Конечно же, будет лениво обновлять маршруты, которые проходят мимо них. Если кто знает данные по магазинам, у кого удовольствует новый, можете им рассказать? Очень актуально. Что это значит? База нужна. Очень интересная база эта многим. Ну, такая база есть в областях. Ну… Ну что, Дубльгиз торгует же такими. Дубльгиз – да, но это же актуальность и дорого. Это самое актуальное. Это дорого. Ну, дорого. Ну, в общем, эту проблему еще нужно будет как-то подумать, решить. У меня есть такая мысль. Надо просто взять Open… Это… Взять VikiRoots и сделать так же, как у него. У него же пользователи много и все еще… У VikiRoots нету расписания, насколько я знаю, а не столько интервалов. ВикиRoots привлекает пользователей тем, что там есть комментарии, в которых можно очень долго спорить. Как маршрут проходит на дорогу. Да, и это пробегает пользователей. Все так же. ВикиRoots, они концентрируются на геометрии маршрута, на остановках и маршруте. И все это, в принципе, есть уже у OpenStreetMap. Оно есть в ужасном виде. Это невозможно редактировать, как возможно некоторые из вас понимают. Есть какие-то попытки это упростить. Как проект, который делали на прошлом, был Summer of Code. Веб-редактор автобусов и маршрутов. Он не очень хорошо получился, но это как бы шаг правильного управления. То есть все, что касается геометрии, это дело у OpenStreetMap. И это можно решить как бы своими силами. А база конкретного расписания – это отдельная довольно сложная задача. Потому что это такие вещи, которые сложно собрать самостоятельно. Илья, а ты этим хочешь решить глобальную проблему OpenStreetMap, о которой ты недавно говорил? Нет, подожди, я не собираюсь решить глобальную проблему. Я решал локальным проблему в СМИ, что там нет автобусных маршруток. А-а-а, это коммерческий запрос получается. Ну, как? Конечно же. Либо это новый пункт развития ОСМ, и тогда нам все хостеры заставлять это делать. Либо если есть коммерческий запрос. У нас 25 российских городов подключено к системе мониторинга городского транспорта. И в режиме онлайн я вижу, где ездят автобусы. То есть не ягодцевская модель подсказания, а реальная. А нормальные муниципалы, типа Самары, у них есть своя пребывалка, которая суперпопулярна. Сколько там 300-400 тысяч юзеров в день, Ольга ее открывает в Самаре. И все зависит от муниципала. Сделал он или не сделал. А здесь вопрос именно как-то ОСМ. То есть это нужно ОСМу, или это действительно есть такой определенный коммерческий запрос. Тогда можно делать другие рельсы. Что вот этим будет решено? Этим будут решены в основном... Ну, на две трети это коммерческий запрос. Потому что понятно, что все эти маршруты, они не нужны конечным людям. Они нужны компаниям, которые делают приложения, которые делают аналитику, все такое. Но тут нужно подумать, а что нужно участникам областейкмэм? Они рисуют карту просто из-за туризма? Они рисуют, потому что им нравится, что они как бы приближают карту, к завершенности. И таким образом, добавляя базу расписаний, мы добавляем еще одно измерение, которое может стремиться к завершенности. И измерение автобуса и против маршрутов. И этим, мне кажется, мы немного поможем и сообществом по StreetMap, которое в своей задаче сделать идеальную полную карту мира немного расширит свой диапазон. Ну что, это, пожалуй, все. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ